мой друг рома хабаров мент с 93 года работал сначала следователем а потом 14 лет участковым милиционером а потом рома восстал не просто восстал помните марш миллионов двенадцатого года рома хабаров на сцене в москве и говорит долой доколе они это жулики которые сейчас у власти говорят что нас мало что мы жалкая кучка отщепенцев которые не имеют никакого отношения к народу но мы и есть народ мы наши семьи наши друзья по всей стране воронеж сегодня здесь вместе с тобой москва рома конечно уволили и не просто уволили его еще и посадили на три с половиной года рома откинулся несколько месяцев назад и вот он с нами здоровый мент добрый вечер при этом привет роман конечно я очень каратенечко рассказала твою выдающуюся биографию но если я правильно помню подробности с чего все началось воронеж ты воронежский мент и воронеже проходит заседание семинар московской школы политических исследований идти как мент тебя послали ты пришел посмотреть что там и заслушался потом в отпуск поехал в сша посмотреть как работают американские менты потом поехал в европу смотреть как работают европейские менты ты возвращался и говорил мужики я вот в америке был и там вот менты по-другому работают я вот европе был и там нет и по-другому работают и и так понимаю что твои коллеги думали что ладно там не хочешь говорить с кем ты провел отпуск и где врать так не надо а потом оказалось что все это правда и вот так тебя нормального участкового нормального мента затащили либерасты проклятые начало прям абсолютно правильное потом выяснилось правда что в англии оружие кирпичом не чистят вот но по поводу затащили да я внезапно понял что то что я слышу мне интересно не просто интересно с точки зрения кино а это то что оказывается я чувствую также всегда когда я попадал по каким-то программам школы это было дважды за границу я интересовался деятельностью того что понимаю я это как был устроен у нас и устроена сейчас меня совершенно не устраивал но послушай все-таки я часто воспринимаю из 21 года то что действующий сотрудник полиции ездить по обмену опытом от московской школы политических исследований смотреть как работает полиция в европе как фантастическую историю такого не может быть но ведь было и ведь я же как-то правильно сказала лига совершенно легально ездил я писал рапорт соответствующий на опуске указал где его буду проводить его подписывал начальника более того мне государство оплачивало туда проезд как и положено по закону про проездку к месту проведения опуска и обратно оплачивается сотрудник я бы сказал что какое-то время наше начальство милицейское в целом смотрела на это ну балуется парень почему бы нет главное чтобы на работе не отражалось а потом когда я бы сказал что началось наверно все-таки за с нового проекта закон о полиции который сейчас действует когда его еще президент медведев снес на общественное обсуждение я в этом обсуждении принимал участие и вынужден признаться что то что я говорил писал достаточно открыто об этом законопроекте было продиктовано уже во многом тем что я услышал на семинарах и и лично своими глазами видел когда я изучал работу полиции других стран и да вот как раз вот это видимо и стала той как сказать каплей когда начальника нет если он думает то пусть думает но когда начинает говорить что мы что-то не так делаем вот этого может терпеть не можем а по старому закону милиции не было запрещено сотруднику критиковать руководство сейчас запрещено да там был еще как мне кажется еще один эпизод с тобой когда в воронеже появился новый милицейский начальник и по старому древнему русскому обычаю все подчиненные менты скинулись ему на сказать велкам подарок виде спортивного если не ошибаюсь мерседеса и он в него не влез это был мерседес не классом да и пришлось покупать новый подарок покрупнее чтобы он в лес и ты как-то об этом заявил что все таки да скидывались все таки надо признать не все милиционеры вообще гаишники но смысл в том что начальник гвд новый потин тогда это был ну по рассказам понятно что вряд ли кто-то может сказать что он лично присутствовал но в смысле и вот он рассказывает да но достоверно рассказывали на такое что он сел в этот е-класс все-таки это европейский бизнес-класс и он ему показался тесновато действительно мужчин крупный генерал где-то на северном кавказе он вообще военный вот и он так плечами поводил и сказал нет не тесновато и покупали ему уже какой-то более м-класса и она называлась то есть внедорожник но примечательно что е-класс он не вернул удобно то есть у него два велкам подарка е-класс удобно и ты с этим рассказом значит как-то вот еще служа в милиции в полиции с этим рассказом выступил тоже ну и вообще за границу ездил наверняка предатель там же была история меня после первой поездки во францию десятом году приглашали на беседу наш фсб и значит оперполномочные фсб у меня спрашивают скажите вот вы же во франции были а вы там с иностранцами встречались вот а я ему говорю да нет ну что вы ну откуда во франции иностранцы нет конечно мы там своим тесным кругом вот сами приехали и он на меня так пристально смотрел вот этим чекистским взором лукавит что-то потом когда я съездил сша понятно что там у них появились новые бумажки и когда вот тому новому начальнику по фамилии сысоев начальнику гвд накладывали о том какой я нехороший то в целом в папке который принесло фсб в которой были сведения что я продала родину предметно никто разумеется никаких таких претензий ко мне не предъявлял это потом уже в своем уголовном деле по которому как верно заметила меня посадили я обнаружил постановление контроль моих телефонных переговоров контроль электронной почте и там было написано что я подозреваюсь по 278 статьи уголовного кодекса это вооруженный захват вот то есть меня прослушивали по этой статье уже с апреля 12 года как минимум ну то есть я точно знаю а вот скажи ты был на протестах 11 12 годов в двенадцатом даже вот со сцены мощно очень выступал причем ты был один из немногих региональных людей кому удалось прорваться тогда сквозь кордоны а в воронеже много таких недовольных как вы достаточное количество у нас сформировали 6 комитета у нас митинг вчера проходил в поддержку сегодняшнего мероприятия около 300 500 человек собрал то есть ну конечно таких вот десятков тысяч как москве не собирается у нас достаточно твердо и устойчиво в воронеж воронеже путин набрал чуть больше 30 процентов извиняюсь единая россия будет чуть больше 30 процентов а на выборах президента на президентских выборах около 50 я хочу сказать многие действующие сотрудники полиции спрашивают у меня в разговорах когда же будет революция они понимают смену власти только революционным путем они не виноваты в этом они привыкли носить оружие они привыкли применять силу по закону мы не будем устраивать насильственного свержения власти но сотрудники полиции готовы защищать закон а не тех жуликов которые сейчас диктуют как его исполнять очень тогда серьезно не пускали никого в москву ты прорвался выступил и вот протесты сейчас ты как раз между этим и отсидел да то есть у тебя вообще создание замутненная пропустил как раз ровно тот период когда собственно и у нас было потише ты видишь разницу я бы сказал что вот в этом году ни один из моих знакомых активно оппозиционных людей там известных воронежу свои придется не ехал в москву протеста и это принципиальная разница я помню что я что-то такое говорил еще летом двенадцатого года что надо переносить нашу активность к себе на места и говорить что там какая-то особенная активность была в воронеже все это время наверное неправильно у нас несколько было тем региональных которые мы действительно старались максимально отрабатывать смысле там что-то добиваться и в том числе уличной активности если не работали не работали другие институты но вот сейчас мы точно собирались выходить в своем город мы точно не ехали в москву а Я хочу обратиться к представителям так называемых правоохранительных органов, которые стоят на той стране. Я хочу напомнить вам, что вы давали присягу. И присяги говорили защищать народ и конституционный строй собственной страны, а не миллиарды жуликов и воров. Такого массового собрания людей не было никогда еще. Воронеж мощно выступил, а ты был? Конечно, оба раза. Но мне кажется, еще очень важное отличие 11-12 от сейчас – это менты, это ОМОН. Такого, конечно, мы не то что не видели, представить себе не могли. В России, скажи, откуда эта совершенно невероятная жестокость? Вот прям буквально вчера у меня был разговор с нашими ребятами в погонах, которые сказали, что это была прямая команда. Если дословно мочить неверных. Неверными, как ты понимаешь, не с точки зрения какой-то религии, а неверными политически. И здесь, что бы ни думали милиционеры, я не буду цитировать все выражения, которые там у нас есть в чат милицейский, пенсионеры, действующие сотрудники. И я бы сказал, что голосов на уровне «ну тогда давайте хотя бы не такую жестокость» я почти не слышал. Даже вот эти примеры, где в Питере сотрудник женщин в живот обсуждались на уровне «запотело-забрало», а он просто шаг широкий сделал. И в то же время одновременно она провоцировала. То есть я бы сказал, что вот сильно изменилась идеологическая накачка, которой стали подвергаться сотрудники. В 2011 году и в 2012 году никто вот этому особенно не уделял времени вообще в руках. Я бы сказал, что сейчас практически прямо запрещено иметь свои собственные убеждения и хоть как-то их демонстрируют. Я должна немножко рассказать о твоем уголовном деле, по которому тебя посадили. Роман после того, как его уволили из милиции и полиции, стал, он юрист, стал работать юристом. В Воронеже была сеть интернет-точек, интернет-кафе. И Рома работал с этой компанией как юрист, даже как стряпчий в суде за гонорар, занимался там с приставами, с долгами, со счетами, получал решения судебные и так далее. И эту компанию и его владельца обвинили в создании сети горных автоматов. Всех посадили, дали условно, кроме, собственно, хозяина и Романа, который, собственно, и получили по полной программе. Хотя дело было шито белыми нитками, это было совершенно понятно. Я абсолютно, надо сказать, убеждена, что нет более эффективных правозащитников, чем бывшие менты, бывшие прокуроры, бывшие следаки, бывшие судьи. Потому что они хорошо знают другую сторону. Я про другую сторону и хочу поговорить с Романом. Роман, вот то, что стало мемом, то, что мы услышали в Москве, когда космонавты хватали кого-то не того, и человек называл два слова «Брянск-Север». «Брянск-Север» и это стало вот все. «Брянск-Север» и его отпускали. Ага, свой. Прыгунешь! «Брянск-Север». 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 Как это работает? Откуда это пошло? В твоей практике было это, как это, не знаю, там, ловят банду, а в банде мент работает. Всех хватают, а мент говорит «Брянск-Север». И сразу всех отпускают. Как это вообще? Что это такое? Ну, первое. В моей практике никогда не было, что перед каким-то массовым мероприятием нас предупреждали, что есть люди, которых нельзя будет трогать. Всегда сотрудник, если он там на работе, неважно, как он одет, в форме, не в форме, он показывал восстановление, и этого оказалось достаточно. О чем говорит вот эта история с «Брянск-Север», что я думаю, что это не сотрудники. Я не могу себе представить сотрудника полиции или там ПСБ, который на улицу вышел без удостоверения. Я никуда не хожу без пенсионного удостоверения. Не потому, что оно мне каким-то образом помогает. У меня это привычка. В конце концов, большинство воронежских милиционеров меня знают в лицо и без этого. Я думаю, тебя все милиционеры знают в лицо и без этого. Так вот, никаких «Брянск-Северов» не было. Сотрудник всегда предустоверенен. Никакой проблемы его показать нет. Это может быть... Когда тебе руки крутят. Когда тебе руки крутят сразу, и сразу под их, и ты не можешь достать «Брянск-Север». Говорили. Я такой-то отдел, такой-то и так далее. Это все на автомате работает. Я думаю, что это были не сотрудники, а провокации. Вот им нужен пароль. Потому что мы им не можем выдать удостоверение. Да даже у сотрудников ФСБ может удостоверение полицейского быть. Если он там хочет как-то замаскироваться. В конце концов, ничего удивительного, что опера не в форменной одежде. Это же не обязательно эшники. Вот этот пароль нужен только тому, кто не может показать документально, кто он. Это значит, что действительно в массу людей внедряется достаточно большое количество направленных туда властью лиц. Я сейчас не хочу слова «провокаторы» однозначно употреблять. Они не обязательно с целью что-то нехорошее совершить и там предписать это протестующим. Я не хочу... У них могут быть разные даты. В том числе такая. А это совершенно армейская штука, кстати. Вот в армии пароль, да. Пароль, отзыв. Я там, когда служил, совершенно знал каждый часовой, что есть такая штука. Пароль, отзыв. Вот. В деятельности практической, правоохранителей я такое вижу впервые. Я теперь вижу, для чего создавали эту нацгвардию. Вот для чего создавалась нацгвардия. Чтобы это были не полицейские. А ведь туда отдали все силовые подразделения ОМОН и СОБР. Туда же отдали службу контроля за оружием разрешителей и тех, кто выдает лицензии на частную детективную охранную деятельность. То есть вот это все теперь имеет подчинение. Я не думаю, что подозревался в нелояльности министра Колокольцев. Не думаю, что в этом дело. А все дело было в том, что полицейские при всем, мы понимаем с тобой, критическом положении дел, там, беззакония, взятки, пытки, полицейские пытки, подкидывание наркотиков и так далее. В целом, просто человека, идущего по улице, подошедшего к ним с вопросом, даже если он не там идет, не склонны были считать врагом своим органически и бить не склонны были. Потому что полицейский знал, что их снимают, начальство, прокуратура, какой-то там вот, ну, есть разборки, не заинтересованы. И в целом, ну, меня учили в школах милиции, а в школах милиции учат, что вы идете с людьми. Понятно, потом практика тебе объяснит, что этим людям прекрасно можно наркотики подкинуть и при необходимости мешок полиэтиленовый на голову надеть. Но мы понимаем, что полицейская пытка имеет свою целью добиться признания преступлений, а не от того, что вот я такой отморозок, просто так тебя бью. А сейчас мы видели примеры того, что это просто людей бьют. Это необъяснимая жестокость. Ну, одним из ее источников, я считаю, то, что сейчас эти люди точно знают, что они не полицейские, и у них другие установки. Но они в армии. И мне кажется, что именно поэтому находятся сотрудники, которые говорят, ребята, что же вы делаете? Но я не хочу находиться вот в этом. Продолжение следует... Ну, плохая историческая память, с этим ничего не поделаешь. Ведь опричникам с Куратова рубили головы на плахе другие опричники, за здорово живешь. И когда в 1936 году следователь НКВД зубы выбивал в подвале у врагов народа, он был уверен, что ему-то никто не будет зубы выбивать. И вот я думаю, смотря на то, что происходит, сейчас находятся сотрудники, которые вешают китель и несут его в пенсионный отдел или увольняются. Ром, понятно, что нет и не может быть никакой статистики, но вот по ощущениям мы прекрасно с тобой понимаем, что когда ты работал, наркотики подкидывали, шампанское в жопу засовывали, пакеты надевали. Все это было, никуда же это все не делось. А сейчас тоже как-то само собой. Вот это стало больше, меньше на том же уровне. Раньше это как-то стеснялись, боялись, скрывали. Сейчас, мне кажется, вообще это все делается в открытую. Дело Ивана Голунова что-нибудь изменило в этом смысле? Нет, конечно. Потому что с Иваном Голуновым все понятно. Эта московская журналистская тусовка спасла свои дела. Это я тебе сейчас рассказываю психовосприятие этой истории любым полицейским в Воронеже, в Иркутске, где угодно. Это вообще нас не касается. Это не имеет значения, потому что это частный случай, причем большинство этих милиционеров, полицейских думают, что там правда наркотики были. Ну вот так вот журналисты, не буду употреблять там с другим суффиксом это слово, собрались и спасли своего. А был бы не журналист, и все нормально сидел бы. Ведь это правда. Я не к тому, что у Голунова были при себе наркотики. Я к тому, что не был бы это журналист, не смогли бы они консолидироваться и вот так встать за своего. Ну и кто бы про него вспоминал? Кто он там? Неважно, врач. В такой ситуации врачи бы не стали всеми вставать. Когда врачей сажают за врачебное, да, я вижу, они очень консолидироваться умеют. А это какой-то врач, где-то его там за наркотики. Ой, ну что, мы не знаем, что многие будущие врачи еще в мединституте впервые пробуют. Вот, поэтому ничего удивительного не было бы. Значит, по поводу того, что стесняться стали меньше, это неправда. Я бы сказал, что вот сейчас начальники полиции, ну то есть начальники на местах, которые руководят, не могут себе позволить вслух сказать то, что 15 лет назад можно было сказать. Хотя бы потому, что их все время записывают. И их сотрудники же записывают. И он понимает, что он не уследит, когда его записывают. У нас было уголовное дело в Воронеже, когда участковый записывал, как начальник матом ругается на совещании. Как начальник встал, его избил и отнял телефон. Вот, потом они там, двое начальников было. Они потом три года судились. В итоге, значит, признали вину в том, что они просто вред здоровью причинили. Следующий установил, что превышения полномочий в этом не было. Ну, не было никакого превышения полномочий. Это просто они из личной неприязни к нему подошли. Но они все-таки уволят. И вот это ощущение, что каждый раз тебя зафиксируют. Вот, сейчас полицейские все знают. Вот мы сейчас защищаем, значит, представляем интересы Гина Баринова, режиссер-документалист, который избили милиционеры. Значит, подозревали, что она наркотики при себе там с другом носит и так далее. Вот их избили, задержали, притащили, обыскали, заставили телефоны вскрыть. Ни одно видео не сохранилось. С регистраторов, которые было полицейских, со всего, что было в РОВД. Там возбудили дело уголовно. Следственный комитет в итоге все-таки возбудил дело. Но никакого видео не сохранилось. Милиционеры мучатся. И начальники полицейские понимают, что каждое его слово будет зафиксировано. Сейчас начальник никогда не скажет с утра, а почему вы плохо с ним работали. Вот он не признается до сих пор задержанный. Значит, вы плохо с ним работали, он говорит. А что вы работаете днем, когда люди в РОВД? Работаете ночью, когда нет никого. Сейчас они, конечно, такого себе сказать не могут позволить. Но думать, что изменилась массовая психология полицейского, в том числе начальника, и изменилось что-то, что позволит полиции сейчас давать те результаты, к которым привыкло руководство, я не побоюсь слова сказать, страны, и требует это от министра. Мы же понимаем, что там министр хочет докладывать красивую картинку. Значит, начальники региональных управлений главных должны, то есть хотят докладывать красивую картинку министра. И так далее, и так далее. В итоге каждый ППСник знает, что если он там в месяц палку не сделает, то его премии лишат. Ром, когда мы с тобой виделись в последний раз, очно, не так, а до того, как ты сел, и до того, как я уехала, кто тогда мог подумать, что мы видимся в последний раз? Ты меня в очередной раз страшно удивил. Ты расстегнул рубашку и показал, что у тебя на груди. Растегни рубашку. Не докажете ничего. Ну-ка покажи. Не видно. Выше, выше. Ничего не изменилось. Звезда Давида. Рома, ты мне тогда все объяснил, но мы с тобой были вдвоем, я офигела, да, слово такое. Но ты не сказала, почему. Я все-таки должна спросить тебя. Рома? Рома Хабаров из Воронежа, мент. Ну вот же признак. Налицо. Продался мировому сионизму. Зачем тебе звезда Давида? Почему ты носишь звезду Давида? Ну, во-первых, я ношу звезду Давида, потому что я еврей. Вот. Получилось, что узнал об этом. Я в реальности достаточно позднем возрасте. В позднем возрасте. Вот моя фамилия Хабаров. Это девичья фамилия моей мамы. И это девичья фамилия моей бабушки. Моя бабушка в 42-м году Хабарова Мария Григорьевна, или по тому, как говорят в Панинском районе, Хабарова. Вот. Я Хабаров, а не Хабаров, чтобы вы знали. Так вот, в 42-м году ее 17-летнюю девочку посадили на 8 лет за антисоветскую деятельность по 58 при чего-то там. Вот. Потому что она в реальности не дала бригадиру. В прямом смысле. Не дала. Когда он звал ее на сенокоз на ночь глядя. На сенокоз. Обвинили ее в том, что она отказалась от работы. Вот. И моя мама родилась в Норильске в ссылке. Кстати, момент. Как только мама родилась, бабушку все-таки освободили. Помнишь историю, я не хочу врать с фамилией, юрист Юкоса, которая по УДО даже, когда она родила ребенка. Светлана Бахминак, конечно. Совершенно верно. Вот. И я помню замечательных всяких Марии Арбатовых, которые кричали, а зачем она рожала? А давайте выясним, как она так вдруг стала мамой. Вот. Так вот, при всех моих понятных с тобой претензиях к тому, что представляла себя Советский Союз в 42-м и 47-м году, как только моя бабушка родила дочь ее немедленно отпустить. Вот. И она поехала домой. Мамином отцом был командир Красной Армии, который сидел за то, что он отказался третий раз солдат на какой-то там ДО посылать без артиллерийской подготовки. Так вот. О том, что бабушка репрессированная-то была, я узнал уже в 18 лет. Я про это не знал. И еще спустя лет 10 только я узнал, оказывается, что она еще была из семьи евреев. Это тоже скрывалось тщательно. То есть с 40 годов ты узнал, что ты еврей? Ну, конечно, надо сказать, не к 40, годам 30 я все-таки это узнал. И у меня часто было на работе, когда я... Ну, уже был ментом. Когда находящихся у меня там всяких значит, мелких хулиганов, я пытал вопросом, как вы относитесь к евреям. Они рассказывали, как они не любят этих проклятых жидомасонов, которые у них там воду из крана и все такое. Ты медленно расстегивал китель? Расстегивай китель, я так показывал. Что вы говорите? Евреев не любите? И вдруг я выяснял, какая интернациональная любовь в душе у этого русского человека ко всему мировому еврейству и ко мне в частности. Да, это был такой, ну, некоторым образом троллинг. Твоя жена православная, а твой сын мусульманин. Ну, я тут вынужден признаться, в 16 лет он сказал, что он мусульманин и не было никакой истерики у меня по этому поводу. Мамы и бабушки были в сильной большой истерике. Ну, просто надо помнить, что в 16 лет он одновременно объявил себя последователем Эдуарда Лимонова и ходил на НБПшные шабаши. Нормальная реакция здорового молодого организма. Совершенно верно. Я считаю, что если в 16 лет такое не делать, то, ну, а когда делать? Ну, да. Вот, он у меня на акцию стратегии 31 убегал в августе, накануне 1 сентября. Вот, а потом прошло 6 лет и в 22 года Никита сказал, что он уже мусульманин. И его устраивает вот этот имеющийся у меня атеизм. Вот, я же не просто еврей, я же еще еврей-атеист. Вот. Ой, Господи. Вот, вот, и поэтому тот знак, который я ношу, я ношу принципиально, иногда даже демонстративно, вот, потому что считаю, что, ну, на самом деле я недостойный сын своего народа, вот, хотя бы потому, что, ну, не верю я в ту историю происхождения мира, которая нас учит, но считаю, что, если бы прям как-то совсем сказать, мы придумали бога, в который верят миллионы людей. И неважно, верим ли мы в него сами. присмотритесь к своему участковому. Вдруг он похож на Романа Хабарова или, может быть, вы откроете в нем качество Романа участковой. Роман Хабаров. Мент, зэк, правозащитник. Спасибо, Рома. Спасибо, Оля. Рад был тебя, Виль.